Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа Логистика 2.0, программа, которая рассказывает о самых лучших, самых интересных и практических решениях. И с вами ее постоянные ведущие Кирилл Власов и Ольга Ешенина. Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях Вадим Алиманов, исполнительный директор компании BNS Group. Здравствуйте, коллеги! Вадим, расскажите, пожалуйста, немного о компании. Компания BNS Group – это дистрибьютор продукции в сегменте фэшн, работающий с такими, не побоюсь, известными брендами, как Michael Kors, Kelvin Klein, Armani Jeans, Topshop. И теперь уже новый практически, хочу сказать, что мы выводим новую категорию продукции Ralph Lauren. Это линейка Ralph Lauren Polo – первый магазин, который откроется в августе этого года в городе Ростове-на-Дону. Также у нас есть два private label магазина – это Paper Shop, работающий в формате дисконт. И Conners, совсем недавно открыт, открытый 31 мая в Мега Белая дача. Приглашаю с удовольствием ознакомиться с продукцией. Зона, география работы компании ограничена Россия, Украина и Казахстан. География представления в России – это от Санкт-Петербурга до Новосибирска. У компании более 150 собственных магазинов. Плюс в мелких городах есть софранчайзинговые магазины, география которых значительно шире. Там присутствуют и Петропавловск, Камчатский, и Южно-Сахалинск. То есть наши потребители имеют возможность купить продукцию наших брендов по всей территории Российской Федерации, и Украины, и Казахстана. Спасибо. Знаете, сейчас у нас лето, конечно, всем хочется модно одеваться. И для того, чтобы это случилось, мы должны понимать, каким образом ваш товар попадает в магазины. Расскажите, пожалуйста, про систему дистрибуции. Во-первых, какие магазины франчайзинговые, какие нет. Как товар попадает из-за границы, как он приезжает, как он перераспределяется, какие функции у распределительного центра. В общем, всю систему, которая называется supply chain. Давайте начнем по цепочке поставок. Основные поставщики – это европейские марки. Соответственно, центры дистрибьюции у них находятся в Европе. Это, если топ-шоп, это Англия. Кевин Клейн и Мекс – это Голландия. Майкл Корс – это Италия. Армани – это Швейцария. И есть поставки с Гонконга. Плюс мы активно пользуемся всевозможными путями консолидации разных продуктов, но консолидации в складах в Европе для ускорения транзита, удешевления стоимости транзита как такового. Простите, мне казалось, что Армани – это Италия. Нет? Армани – это Италия, но дистрибьюторский центр, откуда они отгружают, это Швейцария. Никакой ошибки здесь нет. При этом именно джинсы, Армани джинсы, потому что у нас права на марку Армани джинс, мы забираем на условиях X-Vox из Гонконга, поскольку джинсы производятся именно там. И если после вывода этой марки на рынок мы забирали в Швейцарии и джинсы, то результатом оптимизационного проекта, который дал нам уход от пошлин европейских, был перевод отгрузок на Гонконг и экономия порядка 18% от стоимости продукта. Тем самым мы сделали очень хороший шаг, расширив географию и сократив стоимость. Далее вся эта продукция через разные таможенные переходы, в большинстве своем это Санкт-Петербург, и если это морской транспорт, порядка 70%. И автомобильный транспорт – это таможенные посты в Москве, в Московской области, попадает в центр дистрибьюции, он находится в Москве, на улице Анинский проезд, где происходит товарная обработка и доставка товара по магазинам нашей сети. Более 50% магазинов нашей сети находятся в Москве, еще 20% в Санкт-Петербурге, и оставшиеся это регионы, в том числе Украина, Казахстан и города Российской Федерации. Поэтому, возвращаясь к вопросу о лето, летняя коллекция, поступившая на склад в Анинском, уже через 24 часа появляется в магазинах нашей торговой сети. А именно, если транспортное средство вошло до 13.00 на склад, то та часть, которая предполагается сразу к отправке в магазин, уже на следующее утро в 6 часов 6.30 находится на пандусе для отгрузки по московским магазинам, а в 10 она уже в магазинах, где вы ее, ну и вы в частности, можете ее приобрести. Вадим, ну сейчас мы про распределительный центр еще поговорим, там много деталей интересных. А вот пока об основном грузопотоке, у вас много идет из Европы, причем из нескольких мест. А вы не думали консолидировать в Европе какой-то товарный поток и уже там отправлять его сюда? Мы успешно пользуемся этой возможностью, в частности, у нашего партнера транспортной компании есть конституционные склада в Роттердаме, поэтому в той или иной степени мы активно пользуемся для тех товаров, которые находятся, дистрибьюторские центры находятся недалеко от Роттердама, в Голландии их много, это и Мекс, и Кельвин Кляйн. Мы в том числе пользуемся неким таким шаттлингом, когда транспортное средство забирает несколько складов или за день до какая-то часть приезжает на склад основной в Роттердаме, однако возможности этого способа несколько ограничены нашим основным критерием. Наш основной критерий – это скорость доставки коллекции от производства, от производителя до торговых точек. Сегодняшнее транзитное время, которое мы заявляем, это порядка 7-8 дней из Европы, и лишний день консолидации, порой он недопустим по коммерческим причинам. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, там, где возможно, мы этим пользуемся активно. Если вопрос стоит о том, что востребованный товар на полках здесь в России, который должен быть в назначенный день в магазинах, мы найдем способ, каким образом его доставить, либо прямой машиной, либо консолидируя с другими компаниями, мы тоже это пользуемся. Но ключевое здесь транзитное время и время попадания товара на полку магазина. Вы знаете, 7 дней из Европы на полку магазина, с учетом того, что товар надо не просто переместить, а его еще надо обработать, погладить, повесить на вешалку, сделать еще много операций добавленной стоимости, это на самом деле хороший показатель. А сколько у вас всего товарных позиций SKU? У нас порядка, мы доходим до уровня цвета-размер, и если считать по этим позициям, у нас порядка 26 тысяч артикульных позиций. А есть взаимозаменяемые позиции? Взаимозаменяемый цвет и размер. То есть они... Нет, я имею в виду, например, если джинсы одной марки не продаются, вместо них продаются джинсы другой марки. Наши магазины формата монобренд, по крайней мере, поэтому мы ограничены одним брендом в магазине. У нас есть матрица распределения, то есть есть ассортиментное планирование, и, соответственно, есть стандартная глубина размерной горки. Поэтому в соответствии с этими базовыми параметрами товар попадает на прилавки. Здесь важно отметить, почему мы говорим в этих семи днях, что у нас выставлено достаточно доверительное отношение с поставщиками, и уже на момент выхода товара от поставщика у нас есть загрузочные документы в электронном формате, которые попадают в систему, и в то время, пока транзит осуществляется к нам, это те 5-6-7 дней, уже происходит обработка и распределение ассортимента данной машины по магазинам. Соответственно, при входе на центр дистрибьюции у нас есть четкое понимание, и это понимание заложено в систему управления складом, сортировочный модуль, какой товар сразу должен пойти на сортировку, какой на склад хранения, какой товар на сортировку, по каким магазинам, и в какое время этот товар должен быть подготовлен к отгрузке на утро следующего дня. Поэтому эти 7-8 дней — это некий элемент интегрирования всех элементов цепочки поставки от движения от поставщика до нахождения товара уже на полках в магазине. — Вадим, вы уже частично затронули тему склада. Хотелось бы спросить у вас подробнее. То есть склад, я так понимаю, находится в Москве, поскольку основной поток распределения склада идет как раз-таки по магазинам города Москвы. Расскажите, пожалуйста, какие вы технологии используете на складе, что представляет ваш склад, каким образом вы оптимизируете работу на складе? — Склад находится в Москве, как я сказал, это в районе Третьего транспортного кольца. Нам эта локация крайне важна, поскольку магазины наших торговых марок получают товар до 6 раз в неделю. Поэтому транспортная доступность от Третьего кольца до любых магазинов, охотный ряд, европейский атриум, 6 раз до 10 утра, когда ограничивает торговый центр приемку товара, это то, чем мы дорожим и ради чего мы готовы пойти на некие неудобства, в частности, топологии или возможности реализации каких-то процессов в центре дистрибьюции. Но при этом центр дистрибьюции — это на сегодняшний день достаточно современный объект. Расскажу интересную историю. Года полтора назад к нам приезжали представители некой очень известной немецкой марки, не буду называть, чтобы это не было, рекламой, которые рассматривали возможность смены партнера дистрибьюции в России. И у нас была рабочая встреча на складе. Мне в какой-то момент во время осуществления прохождения прохода по складу было несколько некомфортно за неровные стены, за отсутствие элементов A-класса склада. При этом человек с противоположной стороны сказал, это наши технологии, это наши машины, это наши подходы. То есть, грубо говоря, он говорил о том, что этот известный бренд в Германии, работающий на складах 3PL-провайдера, также известного, пользуется теми самыми машинами, теми же самыми подходами к решению задач, теми же самыми операционными инициативами. Поэтому вот это дорогого стоит, и это то, чем наш склад может похвастаться. К примеру, мы одними из первых реализовали на нашем складе автоматический сортировочный модуль, который позволял максимально уйти от рабочего, от ручного труда и от ошибок, связанных с ними. Мы одними из первыми, и до сих пор, надеюсь, мы являемся лидерами, реализовали такой глубокий уровень предпродажной подготовки. То есть на нашем складе для наших магазинов мы оказываем полный сервис предпродажной подготовки товара в магазинах. А именно, товар, пришедший от поставщика в коробках, в вторичной упаковке, освобождается от вторичной упаковки, вешаются ценники, вешаются элементы противокражной защиты. В некоторых случаях он гладится, отпаривается, вывешивается на вешалке и в таком вот висячем состоянии доставляется до магазинов. В данном случае функционал в магазине — это снять с одних вешалок и повесить на другие вешалки и вкатить в зал. Это, мне кажется, максимальный уровень предпродажной подготовки, который позволяет нашим сотрудникам в торговых залах фокусироваться непосредственно на исполнении их задач. Продажи, фокус на клиента, обслуживание, все остальное сделаем мы за них сами. Расскажите немножко про сезонность. Наверняка у вас очень серьезные отклонения от какого-то среднего значения. Вот как бы вы их могли описать? Мы крайне высоко сезональны. Как и у многих ритейлеров, у нас две коллекции — весна, лето, осень, зима. И, соответственно, пик продаж и пик поставок, в данном случае, о чем мы говорим, приходится на весенняя коллекция — январь-февраль и осенняя коллекция — июль-август. Отклонения составляют до четырех раз от среднего погоды. В этот момент у нас пик максимальной нагрузки, и те решения, которыми мы пользуемся для прохождения этих пиков, достаточно просты и понятны. В первую очередь, это грамотное планирование графиков рабочего дня для персонала, управление периодом отпусков, возможность использования ночных смен, возможность привлечения аутстаффинга и наличие гибкого графика сотрудников центра дистрибьюции. Всем этим мы активно пользуемся. И могу сказать, что последний раз, когда мы сталкивались с ситуацией бэклог, то есть это отложение спроса, это был осень 2012 года. Вадим, давайте здесь ненадолго прервемся. Сразу после перерыва мы продолжим разговор про складской комплекс. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Дорогие друзья, мы снова с вами. Программа «Логистика 2.0» и ее постоянные ведущие Кирилл Ласов и Ольга Ешенина. Здравствуйте. А я напомню, что у нас в гостях Вадим Алиманов, исполнительный директор группы компании БНС. Вадим, мы начали говорить про ваш складской комплекс и про те сервисы, которые оказываются на складе. Мы говорили о том, что у вас очень большая сезональность, и вы упомянули, что это прям несколько раз. Мне очень интересно, каков процент аутстаффинга на вашем складе? То есть сколько процентов сотрудников не является его постоянными сотрудниками? Мы работу с аутстаффингом начали еще в 2011-2012 году. За это время использовали ряд провайдеров. На сегодняшний день мы довели в высокий сезон процент внешних сотрудников до 35%. С одной стороны, это значительно облегчает организацию труда в высокий сезон. С другой стороны, это несет определенные риски по управлению этим, порой не всегда, простым персоналом. Поэтому здесь для решения этой проблемы мы реализовали целый ряд программ как-то обучения персонала, как-то наставничества персонала, как-то аутстаффинга наставничества. То есть сотрудники нашей компании прикрепляются к сотрудникам или группе сотрудников из компании оператора услуг и контролируют их деятельность. У нас объем достаточно большой и условия, созданные в центре дистрибьюции, соответствуют сегодняшним требованиям и сегодняшним нормам со стороны работников. Поэтому, не боюсь этого слова, сотрудникам от компании аутстаффинга комфортно у нас работать. У нас прохладно, у нас есть еда, у нас выполняются требования по охране труда и прочее. Поэтому мы договариваемся с поставщиком услуг о неком пуле или о неком списке сотрудников, которых бы мы хотели у себя видеть постоянно. Для сотрудников аутстаффинга у нас также есть некие целевые показатели. Поэтому мы вплоть до поименно можем контролировать их выполнение качества операций и в сотрудничестве с поставщиком услуги привлекать те одних и тех же сотрудников на достаточно длительный промежуток времени. Это удобно и для поставщика услуг, поскольку он может гарантировать длительный процесс занятости для своих сотрудников. Это удобно и для нас, потому что не нужно каждый день переучивать нового сотрудника, и мы можем быть уверены в некой стабильности выполнения качества операций. Поэтому 35% величина критична, но еще раз, она в пиковый период, когда мы считаем необходимым и мы считаем себя готовыми к приему такого большого числа внешних сотрудников. Вадим, после этой передачи к вам построится очередь из желающих работать у вас. Я прям даже сам задумался. Мы можем организовать тур некий, поэтому приходите. Я думаю, если вы через свою передачу проекламируете и дальше условия работы компании БНС, в частности в центре дистрибьюции, мы будем только признательны. Спасибо за приглашение. Давайте немножко про e-commerce. Вадим, очевидно, что наверняка вы продаете свою продукцию не только через розничные магазины. Известно, что ваши продукции продаются и на таких крупнейших интернет-порталах, как Wildberries и KupiVip. Расскажите, каким образом строится это взаимоотношение? На самом деле, являясь экспертами в области розничной торговли, мы, наверное, не до конца понимали в момент начала сотрудничества с указанными компаниями те вызовы и те требования, которые несет в себе интернет-торговля. Более того, до того, как мы начали работать с Wildberries и KupiVip, или параллельно с этим, мы рассматривали возможность запуска собственного проекта, мы получили право на домен Mex.ru, и мы самостоятельно торговали продукцией Mex на портале Mex.ru. Не могу сказать, что это был успешный проект, и все-таки мы вернулись к тому, что мы эксперты в области розничной торговли и сконцентрировались на своих основных компетенциях. При этом мы охотно сотрудничаем с указанными компаниями, они у нас идут как оптовые клиенты штрих, штрих это означает, что там есть определенный уровень требований, у нас разработан некий сервисный договор по подготовке товара на дальнейшее использование в интернет-порталах, как Яндекс и Wildberries. И, соответственно, гораздо более мобильно выстраивается складская обработка и логистика под требования этих компаний. То есть их требования значительно жестче, чем требования даже наших розничных магазинов. Это и в части упаковки, это и в части доставки до дверей. И самый большой вызов на сегодняшний день – это процент возврата. Процент возврата в нашей компании исторически никогда большим не был. У нас есть сеть дисконтов, это и дисконт BNS, как есть, и вот то, что я сказал, PaperShop, новый Private Label, который мы открыли в Мегах, Белая Дача, Внуково и Черная Грязь. Вы знаете, вы начали говорить про возвратную логистику, и это, конечно, очень серьезная часть бизнеса, связанного с e-commerce. Насколько я знаю, на крупных порталах типа Wildberries или там им подобных, процент возврата товара составляет больше половины. Очень часто люди сразу заказывают несколько размеров и берут только одну вещь из нескольких заказных. Как вы работаете с возвратами товаров и каков у вас процент возврата? Процент возврата товаров в компании BNS умеренный до 10%, но он полноценным возвратом не является. Имеющаяся у нас в распоряжении сеть дисконтных магазинов позволяет по окончании сезона возвращать товар с концептуальных магазинов и в определенное время выкладывать их на полки в дисконтных магазинах по привлекательной цене для клиентов. Этот процесс нам хорошо известен, мы работаем с ним много лет, и технология выполнения этого возврата, мы его называем консервация, прописана до мелочей. В случае с e-commerce возвраты осуществляются не в конце сезона, а по мере снижения потребления этого товара у интернет-операторов. И характер возврата не соответствует тем требованиям, которые у нас определены к концептуальным магазинам для возврата их коллекции. Соответственно, мы вынуждены были подстроить работу центра дистрибьюции под нерегулярный, несистемный возврат товара от интернет-операторов. Не могу сказать, что это из ряда вам выходящее. В целом доля и оптовых клиентов, и доля интернет-операторов в нашем бизнесе невелика, она до 20%. Поэтому, учитывая этот небольшой объем, мы с ним успешно справляемся. Однако в начале это действительно было неожиданно. И сами требования работы с интернет-операторами принципиально отличались от тех, которыми мы работали и с оптовыми партнерами, и с нашей собственной розницей. Поэтому инструментарий тот же самый. Новизна в начале процесса была, уровень новизны был достаточно высокий, но существующие у нас технологии, в первую очередь операционного характера и управленческого характера, позволили быстро это реализовать, учитывая относительно небольшой объем. Вот здесь, наверное, собака-то из-за объема небольшой. Таким образом, Вадим, получается, что в данный момент у компании есть два канала сбыта. Это розничная торговля, это интернет-проекты, которые являются вашими партнерами, да, и ваша такая партнерская сеть в регионах. Последний год все много говорят о кризисе. Скажите, вас это коснулось в какой-то степени? Что вы вообще думаете о том, насколько кризис влияет на фэшн-сегмент рынка как таковой? Ну, нас это коснулось в полной мере, как и всех участников рынка, в первую очередь, обусловленное снижение потребительского спроса. Мы это видим и на оптовых клиентов, которые встретили огромные сложности с кредитованием и со снижением эффективности бизнеса. Многие оптовые клиенты прекратили операции. Это привело к необходимости перераспределять товар, каким-то образом его реализовывать, решать коммерческие вопросы с ними. Но это также коснулось и нашего основного бизнеса, нашей розничной торговли. Значительно упал трафик в магазинах. Цифры, говорят, более чем 10% по сравнению с прошлым годом. Упал средний чек. И при изменении курса валюты, не секрет, что мы покупаем продукцию за валюту, в большинстве, в своем евро, выросла значительно розничная отпускная цена на этот товар, что привело к снижению спроса. То есть, в целом, если в деньгах мы можем говорить, что мы более-менее сохранили уровень прошлого года, то в штучках он упал. Можете сами примерно посчитать соотношение курса евро в этом году и в прошлом году. Вот примерно такое снижение в обработке, товарной обработке в штучках мы видим. Что это означает для бизнеса? В первую очередь, это означает сокращение закупки. Сокращение закупки со всеми рисками потенциального неисполнения спроса. Байеры в бренд-дирекциях вынуждены сокращать ширину заказа, так называемую ассортиментную линейку представленности, и вынуждены сокращать глубину заказа, размерную горку. Вадим, для логистики это же, наоборот, облегчение. Меньше закупаем, меньше переваливаем, все проще становится. Не правда ли? Нет, не правда, поскольку для логистики в некоторых случаях сокращение объема — это повышение стоимости операций. Бюджетируя прошлый год, в прошлом году бюджетируя этот год, мы базировались на неких данных, статистических данных стоимости операций, наших потенциально имеющихся оптимизационных проектах и величине закупки будущего года. Это привело нас к неким тактическим решениям, и это привело к определенной стоимости. У нас просто очень мало времени, давайте какой-нибудь конкретный пример оптимизационного решения. Вот что вы сделали? Оптимизационных решений масса. Начнем, в первую очередь, с такого интересного бренда, как Topshop. Topshop — это бренд, находящийся в сегменте фаст-фэшн, и до недавнего времени товар, приходящий из Англии, попадал на наш склад, и задача была в виде кроссдокинга, потому что заказы были собраны у поставщика в Англии уже непосредственно под магазины, отправить его в магазины в том же виде, в котором мы и приняли на складе. После этого мы со своей стороны организовали процесс предпродажной подготовки в магазине, а именно распаковка, этикетирование, противокраженная защита, ценники, вывеска на полке. Все это делали наши люди по ночам в магазинах, получая за это некий ночной тариф. Обязательно было присутствие сотрудников торгового зала для общего контроля, в некоторых случаях присутствие контролеров. Все это, с точки зрения общей стоимости, вело к нас к неоправданным высоким затратам. В конце прошлого года, в ноябре-декабре, мы вышли с предложением организовать полный цикл товарной обработки и предпродажной подготовки в центре дистрибьюции, тем самым гарантировав при этом аналогичное транзитное время. Тем самым мы ушли от задействованности торгового персонала в магазинах ночи, от мобильных бригад, от задействованности нашего персонала в любом виде контролеры, сотрудники складские, магазины ночью, и сконцентрировали это все в центре дистрибьюции. Вадим, большое спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что у нас в гостях был Вадим Алиманов, исполнительный директор группы БНС, и наши постоянные ведущие Ольги Ишениной и Кирилл Ласов. Прощаемся с вами. До свидания. Продолжение следует...